А сейчас мы посмотрим вот эти дальше предпосылки реформации. Начались три новых движения, и они изменили жизни людей и церкви в Западной Европе. Значит, первое, возрождение или ренессанс, я уже сказала, что это не только возрождение язычества, но это возрождение новых знаний, классические языки, еврейский язык, гуманизм — это движение, которое родилось в недрах ренессанса. Гуманизм от слова «хомо» — «человек». Это возвеличение человека. Чем являлось вообще движение ренессанса? Возвеличение человека, его прав, его тело как бы реабилитировано, что его не надо стыдиться, реабилитированы его страсти, его желания, его мысли. С мысли сняты оковы, он может помышлять о том и о том. Ну вот и великим гуманистом был Эразум Роттердамский. Я немножко остановлюсь на нём. Эразум Роттердамский, крестьянский гуманист, издание. Он говорил так. «Мы можем реформировать церковь. Надо вернуться к Библии. Надо пересмотреть Новый Завет, сделать дополнение, исправление». То есть такие всё замечательные слова он говорил. «Вернуться к Библии и реформировать церковь». Но содержание он вкладывал совершенно иное, чем будет вкладывать Лютер. Значит, в чём проблема разума была? Что было правильно? Было правильно, когда он видел тупость, дикость, невежество народа, необходимость давать знания, необходимость реформировать церковь, которая не воспитывает, не обновляет человека. Вы знаете ли, я когда даже училась в университете, мы изучали произведение Эразма под названием «Найдите, прочитайте, наслаждение получите». «Похвальное слово глупости». «Похвальное слово глупости». То есть он под видом похвалы бичует. Тупость, глупость, примитивное мышление, суеверие, ну, осень восхваляя. Получается очень смешно, и осень так, знаешь, как меч пронзительно. Он хотел исправить человека. Он хотел исправить церковь. это в корне противоположно тому, чего хотел Лютер. Вот в чём была коренная разница? Мы будем ещё говорить про взгляды Эразма и про их противоположение Лютеру, но в чём проблема Эразма? Он не принимал всерьёз первородного греха. Он считал, что можно воспитать человека, научить его. Вот вы смейте эти глупости, и не будет он глупости делать. Ну, то есть, научить его, показать, как вести себя. Эразм не принимал всерьёз первородного греха. Он верил, что можно изменить церковь, очистив её от суеверия. Можно изменить церковь. Можно, чтобы реформировать общество, нужно исправить мораль. Поэтому он стал высказываться против отступления от морали, бичевать о моральное поведение. Чтобы исправить общество, нужно исправить мораль. Но дело-то было не столько в морали, сколько в ложном богословии. Ложное поведение человека в тебя связано с его ложным пониманием Бога. Какие ложные понимания? Ложное понимание, что можно откупиться. Но ложное понимание также, что Бог страшен, суров и далёк. И надо тоже как-то это откупиться, что-то такое сделать, чтобы он не был грозен к тебе. Есть ложное понимание всепрощающего Бога, что он может делать, что хочет, но всё равно он простит. Вы понимаете ли, что всегда поведение человека связано с тем или иным взглядом и пониманием. Или Бог далеко ничего не видит. Он сотворил мир, конечно, но он не вмешивается в дела этого мира. Это мы тоже теорию будем изучать. Это после реформации будет деизм, философия деизма. Когда человек верит в таинство и спасение через священника, это совершенно определённая тоже мораль его. Он считает, что он должен для своей души получить вот это таинство, хлеб и вино, которое сами по себе это хлеб спасения. Это, кстати, знаете, чьи слова-то? Это же Игнатия Богоносца. Он первый сказал «Хлеб и бессмертие» назвал таинство. Поэтому не разум, а Лютер стал главой реформации. Лютер видел свой грех и милость Божию испытал на себе. Сейчас будем уже про него говорить. Он изучал римлянам первую главу и не понимал. Но это мы про Лютера уже будем говорить. Но вот, значит, у Эразмы, самое главное, он не видел ужаса первородного греха, который на себе очень испытал Лютер. Лютер понимал, он искал любящего Бога, но он понимал, что он никогда его не найдёт, потому что он видел свои грехи. И он понимал, что он не может никак любить сурового Бога. А он понимал, что Бог очень суров и строг. И он не мог его полюбить. И он понимал, что он не может не грешить. Потому что он очень старался, но у него то мысли какие-то возникают, то он где-то ошибки делает, то где-то просчёты у него. Понимаете ли? И он не мог сам из себя выскочить. Это состояние, которое где-то когда-то мы все, наверное, переживали. Я знаю этот грех, но я не могу с ним кончить, потому что это моя суть. Я в этом сижу, я такой рождённый, как я могу сам из себя выпрыгнуть. Понимаете ли? И вот этот вот плен, в котором мы находились в греховном мире, это как-то разум не видел. Он пренебрегал. Он говорит, надо научить человека. Научить, и он будет поступать хорошо. И надо церковь реформировать, надо изменить у неё то и то и то, и тоже всё будет хорошо. Он не видел вот этого коренного изменения, связанного с изменением богословия, которым он займётся. Вот это вот разум. Какое-то время они были соратниками, потому что и один хотел реформировать церковь, и другой хотел. И один видел недостатки этого мира, и другой. Вначале разум и лютер будут идти вместе. И вот в чём у них где начеразм можно назвать. Вот это просветитель. Первым делом просветитель. Просветительство впоследствии приведёт к буржуазной революции. Если человек в центре мироздания, то он может по своему разумению перекраивать мир. Если человек превознесён, то он может по своему разумению перекраивать мир. Революции начались с идей просветительства, что его научить, и он в центре и он главный и он может перекраивать мир поэтому просветительство ведет к революции и в начале есть общность реформаторами против суеверий и тот и другой против магизма против язычества в церкви против схоластики в богословии за образованность обращение к отцам церкви тоже общее живая речь риторика обращение к широкому читателю за равенство людей но совершенно различными мотивами потому что совершение совершенно разные отношения к писанию спасению человеку разные отношения к спасению писания к человеку это были с из лютером говорить а так они очень все похоже говорили был перекресток такой соотношение например веры и знания это у нас перекресток тоже такой есть гуманисты считали что истина в писании но надо его правильно прочитать и исполнять его моральные предписания против против апофатического восточного богословия что нельзя знать бога реформаторы значит понятно гуманисты надо истина в писании надо правильно прочитать надо исполнять его моральные предписания реформаторы что говорили они говорили погибших сеть человека о первородном грехе о сверхъестественности спасения вы понимаете разницу своими силами постараться или же сверхъестественность только бог спасает не знаю как он это делает при том что он не обязан это делать сверхъестественное спасение вот бога можно познавать или нельзя можно познавать через откровение что он открыл о себе том и знаем а он открыл тебя главное слово для гуманистов интеллект главное слово реформаторов благодать разум был скептиком он скептически относился и к схоластике и к философии но он очень верил что надо стараться смотрите-ка просите стучите ищите то есть старайтесь небольшое усилие человека приводит к огромной награде ну лютер затем другие открытия сделает но он используется классическое оружие чтобы вырваться из схоластики все возрождение она базировалась на том что люди сознали себя варварами чем они были вот в начале варвары что надо вернуться к истокам нашей цивилизации в основе европейской культуры классическая традиция низкий интеллектуальный уровень значит надо учить и впервые интерес к классическим языкам не только латынь но и греческий и впервые стали читать отцов церкви и впервые библию и ученые обнаружили неправильности перевода и и вот тут первый я хочу показать вам человек от это рэклин рэклин он очень любил еврейский язык он много сделал переводов популяризировали этот еврейский язык совершенно был очарован песнями еврейскими обычаями еврейскими его там чуть не убили потому что к евреям относились соответствующие евреи распяли креста это убеждение всего средневековья в средневековье были страшные гонения на евреев евреи распяли креста понимаете как нашего христа они такое заблуждение и преследование их сопровождают все это все с одним вековья но полно эти преследования и вот выступает рэклин с любовью и уважением и вот переводы эти делает и восхищается поэзией пишет свое восхищение вот это один из людей вот реформации предпосылок реформации интерес к этим к языкам к этой культуре когда язычники разоряли рим разбивали скульптуры бросали все в море то вот получилось и что венеру мелодскую достали ее с 1 с 1 морского с отбитой рукой вы знаете да но плененные совершенными формами совершенной грацией этого изображения любовь из которой была изваяна эта фигура на нас так и так и живет без руки но вот но вот такая венера такая красивая это для них было совершенно открытие реабилитации тела что тело детское прекрасно и нельзя его вот ну нету греха в том чтобы изображать красоту его ведь если посмотрим изображение божьей матери например с ребенком в средневековье это бесплотные бестелесные а возрождение ее показывали очаровательной молодой женщиной и и личико там округлые и руки которые держат младенца в общем совершенно по-другому и платье которое не скрывает ее ее фигуры значит появление гуманизма печатный станок вы не представляете себе какое значение имел печатный станок то есть технические достижения уровень техники известный он необходим это тоже в божьих планах 1455 году у нас 1564 год по моему апостолами напечатан значит на 100 лет раньше чем в россии печатный станок если бы не было печатного станка все памфлеты и трактаты лютера не могли бы быть размножены в таком количестве не достигли бы всей европы реформация охватила все страны европейские и благодаря печатному станку посмотрите пожалуйста видите какие страны вот на все реки который весь язык реабилитировал и разум который учил о том что можно всему научить и церковь и человека так следующий вторая предпосылка очень интересная предпосылка новые страны я хочу чтобы все это в сердце складывали невозможно развитие богословия без развития сопутствующих каких-то дисциплину например развитие языка переводов взгляда на мир новые страны открытие новых стран вы знаете началось все эти открытия вот этого человека который в жизни никогда не плавал но с него мы начинаем все эти открытия новых стран потому что это при принц генри португальский принц генри навигатор почему так славится потому что он первый побудил моряков отплывать от берега моряки плавали только вдоль берега потому что считали что там злые силы русалки демоны в море погибнуть можно и они безумно боялись выходить в море но тонн поскольку он был принц имел власть он потребовал от них чтобы они не ползали вдоль берега чтобы они отплывали и поэтому его прозвище генри навигатор магия значит кругосветное путешествие совершит магеллан 1480 но это уже позже я до этого тоже были открытия сейчас я вам их покажу значит колумб 1492 открытие америки это был итальянский моряк на службе испании он хотел достигнуть индии потому что путь к в индию прямой был закрыт из-за арабских завоеваний там везде арабы были но колумб зная что земля круглая он рассчитывал покинув испанию двигаться все время на запад обогнуть земной шар и приплыть к индии с этой стороны и он отправился поэтому такое дерзновенное путешествие его испанская корона забыла и и муж ее филипп арагонский стопили деньгами он набрал команду это очень увлекательные фильмы разные фильмы если колумбия я смотрела разные версии 3 то точно по моему там было больше вот он ошибся в стране ошибся в континенте и даже ошибся в полушарии вот и он говорил назвал их всех жителей назвал индейцами и думал что это в индии индия и сейчас мы различаем индийцы есть да и и индейцы но это из-за его ошибки в английском языке там называется америка на интерес американские индийцы вот он достиг многих островов и первому дал имя сан сальвадор что значит сан святой сальвадор спаситель святой спаситель и поставил там большой крест и так началась колонизация латинской америке это куба было этот крест стоит на кубе но он искал золото он считал что золото должно быть им какие-то приносили браслетики эти самые сережечки в общем приносили какие-то золотые изделия очень мало он ждал ящиков золотом но это была не индия это было куба где никакого золота нету поэтому но это было такое великое открытие 1492 году открыл новый континент вас к дегамо в 97 году из португалии он сделал что он поехал вдоль африки уверенный что он обогнёт африку тут африк помните как сделано построение так а потом у нее вот такой такой длинный хвост и он не знал это никто не знал карт не было африки и представляете его удивление что он все плывет и плывет все берег и берег берег и берег и он обогнет это мысль назовет доброй надежды не потому что это очень хорошая мысль а потому что такие опасные нас там непрерывные бури я видела там один из наших братьев было из гидеоновых братьев туда залетел и он показывал нам фотографии там непрерывно бьют волну такие вот пытался там искупаться и не мог пойти в воду там непрерывные вот страшное волнение поэтому доброй надежды в том плане что может быть выживешь у тебя есть такая добрая надежда может и выживешь вот вас к дегамо он впервые обогнул он впервые узнал о существовании мозамбика например пересек арабское море и величайшие достижения мореплавания через несколько лет португальцы заняли тут целый ряд ключевых портов уже красного моря персидского залива китайского моря это был удар по морским владениям арабов фактически это был крестовый поход потому что они его встретились арабами это открытие завершила целую серию португальских побед над маврами ну и потом начнется благодаря этим победам начнется отвоевание испании вы помните арабы взяли испанию испании будет отвоевана а в испанию отвоевывали то та самая чита изабеллы и филиппа которые отправили колумба открывать америка это же пара она отвоевала испанию от мавров реконкиста реконкиста это завоевание назад реконка обратно отвоевать такое какое значение имели вот этим открытие новых стран они расширяли кругозор они показывают что земля больше чем ты думал то есть новые страны где ты никогда не был никогда жизнь там не видел это расширяло понятие лишало его той узости которые приучили его средние века вот только так вот жить только вот этого церковь только вот такой вот мир маленький то есть понимаете ли что и технические открытия географические открытия они оказываются тоже способствует таком развитию я несколько еще скажу про печатный станок что в голову не приходило тогда печатником печатать какую-нибудь легкомысленную литературу это было служение богу и печатали столько произведения такого библии евангелия и они даже печатный станок печатники были божьими людьми они так говорили как апостолы прошли по всему миру с благой вестью так в наши дни ученики новые нового искусства печатники распространились по всем странам и их книги являются геральдами евангелия и проповедниками истины и науки видеть какой взгляд был на печатника вот ну еще некоторые фигуры ренессанса значит папа николай 5 это будет уже это до 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 бордже это лучший папа возрождения он университет шотландии создал он пытался поднять князей на защиту концертинополя в когда концертинополь падал он ученый артист восстановил старые церкви время хотел перестроить ватикан и собор петра но не успел и он принял открытие вала и вот это очень важный момент ученый вала доказал ложность дара константина 700 лет как был авторитетом этот дар вы помните историю что католическая церковь она получила свой огромный авторитет от ложного дара константина якобы константин умирая завещал что все духовные лица должны на одеваться как императоры носить там специальную одежду откуда почему как католик одевает пурпур золото бархат там глазами глаза хребет когда видишь их цветные одежды белые пупорные фиолетовые зеленые вот они должны по-царски одеваться имеют право на белых конях я здесь и носить какую-то корону это все якобы было завещание умирающего константина императора а этого не было и ученый вала доказал только во время возрождения доказал ложность этого дара ну и папа поддержал его если бы папа сказал что это все ложь то ничего бы не было это вот такие предпосылки информации тв-семинаре благотворительный проект наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру поддержите наш проект молитвы и финансы информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv семинаре точка ком смотри причислить сейчас какие предпосылки возрождение новые земли географические открытия станок и появление гуманизма который тоже подготовила так путь реформации ну вот этот предпосылки ну там еще говорится новые страны новая жизнь в оксфорде возникла вот эта веа модерна новая жизнь необходимость перемен в церкви потом к этому времени появились национальные государства и новое осмысление завета и новые мысли о деле и нужен был лидер так вот почему новые национальные государства и веа модерна связаны с реформацией вы понимаете ли завет завет кого с кем бога считалось что с римской империи как бы и папа глава да а тут получается много государств и сознание и переводы национальные языки тем более началось начались значит получается договор за заключенные с этими государствами или только с римской империи переосмысление ну и переосмысление новые мысли о вере новые мысли о вере вот я одно из них скажу одна из этих идей пытались сравнить так если написали там выключить потом пытались сравнить что ну вот появились в то время уже ассигнации бумажные деньги есть монета золотая настоящие и есть ее эквивалент бумаги и эту бумагу принято считать равный вот тому эквиваленту и вот как-то они очень интересно это все увязывали с с верой так сейчас мы это найдем например человек ничтожен но бог обещал рассматривать его как золотую монету видите какой интересный человек это бумажка но но бог обещал его рассматривать как золотую монету и оксфорд был оплод для новой и новой жизни которая такой примеру предобрела via модерна у них была концепция завета бог и человек как король и народ это центр спасения это новое понятие потому что раньше понималось завет но с империи как-то вот с императором а это получается как вот король и народ с отдельным народом завет выдвигает условия оправдания надо постараться и тогда бог обязан вознаградить это с этими идеями сталкивался рюкер примеры например брали из социального контекста что очень важно надо заслужить если ты постараешься бог тебя вознаградит а ты достаточно постарался или мало постарался как рассудить неуверенность вот завет выдвигает условия если то что если если ты постараешься если тебе достаточно добрых дел если ты достаточно праведный человек тогда бог обязан тебя вознаградить он должен он обязательно должен понимаете как то есть взгляд лютера опрокинул не только понятия католической церкви но и понятие вот этой вео модерна тоже ищите нас поисковых системах по запросу тв семинария